МОЛИТВА И ДЕНЬГИ Базовое служение христианина начинается именно с этого момента. Оно начинается с этого момента, и оно не должно никогда заканчиваться. Многие люди говорят, как, Господь, как я могу служить Тебе? Ведь я не умею проповедовать, я не умею петь, я не умею, я не знаю Библии, и я нигде не учился, но я хочу служить Тебе. Например, послушай, ты можешь, во-первых, молиться, и ты можешь жертвовать финансы на Божью работу. Поддерживать Божью работу. Вы знаете, например, допустим, я уверовал, я хочу служить, я не знаю как. Послушайте, есть люди, которые уже служат, и они знают, как служить. Я могу форсировать их служение. Например, есть различные служения, служение исцеления, служение евангелизации, есть служение кормления голодных, есть служение детям-сирот, есть служение мамам-одиночкам, есть служение реабилитационный центр для наркоманов, алкоголиков. Вы послушайте, что спектр служения, и когда я жертвую туда, я служу этим, я помогаю, я развиваю. Давайте мы возьмем любую фирму, любую фирму в мире, мирскую фирму, корпорацию, компанию. Вот какую назовите, любую известную, популярную. Макдональдс. Если бы вы не ходили в Макдональдс, как бы Макдональдс процветал? Если бы вы не спонсировали Макдональдс, как бы он процветал? По-моему, в 80 странах мира или что-то, я не знаю. Более 100. Ты, случайно, не клиент Макдональдса? Какую область не возьмите? Заправка Shell, допустим, да? Почему почти в каждой стране заправка Shell? Потому что люди поддерживают, служат. Допустим, возьмем, например, такой грех, я буду своими именами называть, такой грех непотребства, как курение и алкоголь. Это грех непотребства, поверьте. Это изобретение из ада, дьявола. И вот послушайте, каким образом распространяется алкоголь, закупается, людям платят большие хорошие зарплаты? Каким образом? За счет чего? За счет людей, которые спонсируют магазины алкоголь, которые спонсируют сигаретный бизнес. А это бизнесы, которые поддерживают воины. Поверьте, на эти деньги развивается вся земная грязь. Это, кстати, заявление одного из доктора наук каких-то человека, который не верит даже в Бога. Это его слова, поверьте. Это не то, что там верующий какой-то фанатик сказал, алкоголь плохо, курение плохо. Это абсолютно здоровый человек. Какой-то профессор я слушал, что на эти деньги развивается преступность, развивается, рекламируется, подсаживается новая молодежь, новая молодежь, новая молодежь. За счет чего? За счет стабильности клиентов. Какую вы область не возьмите. Вы знаете, какие вы места посещаете, вы знаете, какую вы одежду фирмы покупаете, на каких машинах, какие заправки и так далее, телефоны и то, сё. Но когда речь заходит о Божьем царстве, о церкви, мы говорим, а там зачем деньги? А зачем в церкви деньги? Как говорится в анекдоте. А зачем птицам деньги? Итак, молодые орлы, я ваши деньги прогулял. Понимаете? И вот так вот отношения у людей складываются, что Бог – это Бог, а деньги – это деньги. И поэтому в церкви деньги не нужны. И церковь должна выживать. И поэтому мы видим, что часто церкви страдают, служители страдают, служения страдают. Люди могли бы, знаете, есть добросовестные… Есть люди разные, поверьте. Есть люди, которые некачественно, как бы бессовестно поступают. Есть люди, которые действительно служат. И они могли бы сделать больше, охватить. Охват был бы больше, если бы была помощь. Давать – это признак здорового христианина. Давать. Послушайте, Иоанна 3,16 говорит, местописание, да, в Библии. Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал сына своего единородного, единственного, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Когда речь идет о любви, речь идет об отдаче. Ты отдаешь. Когда ты любишь, ты отдаешь. Если человек говорит «дайте», это в нем нет любви. Но если есть взаимная любовь, то вы друг другу даете, и вы счастливы. Итак, если Бог не избежал этого принципа, давать… Помните, кем был Иисус на земле? Он был раздавателем. Он раздавал. Он раздавал голодных, кормил. Он благословлял всех людей. Он ни у кого ничего не просил. Но люди сами понимали и поддерживали его. Он не был стеснен никогда обстоятельствами. Включалось небо, когда был, знаете, лимитирован физический мир. Когда он не мог реально сходить и купить на пять тысяч людей. Пять тысяч порций, понимаете? Чтобы люди поели. Тогда небо отреагировало и включило. У неба нет проблем. Но Бог хочет увидеть, что люди заботятся о людях. Бог может без участия денег спонсировать свою церковь, развивать. Но Он сказал, нам две заповеди оставил. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Есть очень много людей, которые в кавычках любят Бога. Но они забывают совершенно о ближнем. А это тоже заповедь. Что происходит, когда мы даем? Когда мы жертвуем финансы? Что происходит? Мы позволяем реке благословений, тесть через нас, благословляя нас и других. Вот этот мальчик, этот мальчик, который принес пять хлебов. Представляете, ситуация? В пустыне люди хотят есть. Нечего есть. И они голодны. Три дня. Вы не кушали три дня? Как бы вы себя чувствовали, если бы вы не кушали три дня? Наверное, сигнализация включается уже через три часа, а не через три дня. И вы срочно-срочно думаете, надо что-то поесть. Представляете, три дня. Иисус говорит, так, люди хотят есть, надо их накормить. А ученики такие говорят, а у нас только 300 динариев. У нас только 300 евро в кармане. Ну, что это для пяти тысяч человек? Разве можно накормить? И только если по крошечке раздать, по микрону раздать им, и то наедятся ли они. И тут оказался мальчик. Поверьте, можно служить Богу, будучи ни кем, ни чем, просто что-то давать, постоянно кого-то благословлять. И вот этот мальчик, ученики говорят, у нас тут есть обед. Они даже как бы не сказали. В одном месте написано, что это был обед мальчика. Они просто сказали, дай сюда. Я думаю, что они от него не отобрали, но ему пришлось отдать. А это был его обед. И он тоже был голодный. Вот она вера, где нужна. Что когда ты отдаешь, ты как будто потерял, но ты веришь, что Бог тебе воздает. И так и происходит. Это процесс. И вот мальчик отдал свой обед, и принесли к Иисусу, и говорят, вот, вот что есть у нас, посмотри. Это ничего, гамбургер просто, рыбный гамбургер, фишбургер. Иисус говорит, давайте сюда, этого достаточно. Бог хочет взять у тебя что-то маленькое, чтобы благословить через тебя тысячи людей. Готов ли ты отдать? Вот что, многие люди держатся за маленькое. Хотят большое, но держатся за маленькое. Ты это ручки отпусти, чтобы большое принять. Иначе так с маленькими и останешься. В гробу так будешь лежать с маленьким. И ручки вот так будут держаться у тебя за маленькое. С детства до старости за маленькое держался. Ты ручки отпусти, и Бог тебе даст великие вещи. Иисус взял эти пять хлебов и две рыбы. Он не стал смеяться. Он не стал говорить, вы что, издеваетесь надо мной? Вы от маленького малыша, от маленького мальчика забрали обед и вы принесли. Вы что, смеетесь, что ли? Нет. Он не сказал. Он смотрел духовно. Он сказал, давай-давай, этого достаточно. Сейчас небо будет реагировать. И он просто помолился отцу. И вы знаете, что? Библия говорит, ели пять тысяч человек, не считая женщин и детей. Это могли быть и пятнадцать, и двадцать тысяч человек. Написано, что все ели, все ели и насытились. Представляете, что такое насытиться? Сколько человек может съесть? Что он больше не может есть. И написано, что еще осталось. Так много еще осталось. Иисус сказал, соберите это все. И собрали двенадцать корзин. А это коробов написано, да? А это размер от холодильника, куда взрослый человек может поместиться. Как вы думаете, это, ну, это правда вообще? Это реальность или нет? Да, это правда. Это написано в Библии. Библия не может врать. Итак, когда мы даем, то это признак здорового христианина. То есть, мы говорим, Господь, я не просто у Тебя всегда прошу, я сам даю, я сам жертвую. И вы знаете, что вот этот человек, который пускает реку через себя, у него, знаете, если река перестает течь, протекать, она останавливается, она начинает свисти. И она начинает, появляется из нее болото. Воняет. Вот многие жизни могут выглядеть таким образом. Ты остановил, ты перестал давать, ты перестал благословлять. Я помню мою первую зарплату, как бы уже официально я работал, и я вышел в отпуск. То есть, мои первые, мои отпускные. Я помню, что я принял решение. Я не слышал много про поедей о десятине, о приношениях. Я просто слышал где-то, и у меня было две сестры на миссии, они служили на Украине. И я решил, я отдам 10% с моей зарплаты. Я благословлю это служение, в котором они служат. И вы представьте, мне никто не проповедовал. Я просто где-то услышал. Я сказал, я хочу принимать участие. И я еще не был настоящим верующим. Я еще был 50-50. Я еще играл. Как бы я был с верующей семьи, Бога лично не знал, хоть и молился, и на коленях молился, и молитвовый чинаш молился каждый вечер, но Бога не знал. Лично не был рожден от него. И уже даже тогда я принял решение, что я буду отдавать десятину. Неважно. Я буду туда. Я привез, я отдал. С того момента я всегда, всегда отдаю, я жертвую. И это не то, что я герой. То есть, я понимаю так, что если я не отдаю, я воришка, я вор. То есть, мы не даем десятину, мы не платим десятину, мы возвращаем ее. Это почитание Бога. Бог в моей жизни живой. Вы скажете, ну почему ты так деньги сильно превозносишь? Но если бы они не были дороги для нас, то и Богу не нужны были. Он хочет взять у тебя кусочек твоего дорогого. То, за что ты отдавал пот, то, за что ты мозоли свои тратил. Он хочет взять у тебя. Он хочет, чтобы ты благословлял его, чтобы тебя еще больше благословить. Знаете, в детстве мы покупали детям киндер-сюрпризы. Такие шоколадные яйца. И мы всегда учили детей, что надо кусочек отдать, ну как бы, они угощали. Вы знаете, в детстве ребенок является, он хоть и маленький, а эгоист он большой. И они такой маленький, такой кусочек от яйца отламывали. А с возрастом стали еще больше, больше отламывать. Представляешь, ты за свои деньги покупаешь яйцо, он ничего не платил. Но ему вот жалко тебе кусочек отдать. Для него это яйцо бесплатное. Но он считает, что это раз мое, значит это мое, и никому не должен давать. И вы знаете, как приятно, что ребенок отл... А для него это драгоценность. Он берет, отламывает кусочек шоколада и дает тебе. Он тебя угощает. И я видел, что с возрастом кусочки становились больше. Вот так и в нашей жизни. Бог нам все дает. Я заработал деньги, да? А если бы твое сердце Бог не дал жизни, смог бы ты заработать? Смог бы ты встать, если ты... Бог тебе не дал бы дыхания жизни. Один человек, реальный случай, он так задумался и говорит, неужели вот действительно без Бога нельзя даже ничего? Действительно, мы вот все полностью зависим от Бога. Он говорит, ну вот Бог, ну вот покажи мне, что я действительно от тебя завишу. Я вот на принии не согласен, что я работаю, я хожу, я одеваюсь, я дышу, я кушаю, я езжу, я-я-я, я-я-я. Ну где ты? Причем здесь ты, Бог? И вы знаете, он помолился такой молитв, ну как бы не промолился, а просто подумал так. Ну как это все от Бога зависит в моей жизни? Ведь я же реально живу, а не Бог живет. И вы знаете, однажды он пришел на остановку, он стоит, ждет свой автобус. И вдруг он понимает, что он не знает, на каком автобусе ехать. когда вы приходите на свою остановку, вы знаете, что едет такой-то номер, едет туда-то. Вы знаете, вы заходите. И так все люди. Когда люди приходят на автобусную остановку, там не будет ни одного человека, который не знает, на какой автобус ему садиться. Но один человек оказался, и это был верующий, который решил протестировать Бога. И он говорит, я стоял час, больше, полтора, автобусы приходили, а я не знал, какой номер мне нужно, на каком номере автобусом мне надо ехать. Он говорит, меня это так стало напрягать сильно. И он говорит, я тогда понял, что Богу даже чуть-чуть просто у тебя разума стоит отнять, и ты уже все. Ты уже не функциональный. Ты уже овощ. Просто у тебя какой-то нерв где-то зажмет, и ты будешь ходить. Был красивым, но стал еще красивее. Только никто этой красоты не замечает. Я так помню тоже, с утра встал, головой мотнул и зажало. И вот так и ходил. Понимаете? Мы люди, мы, конечно же, мы привыкли все добиваться сами. Мы говорим, Бог, Бог, сам не будь плох. Вот сам, сам должен. Сам не сделаешь, никто за тебя не сделает. Но вы не понимаете, кто вас хранит. Вы не понимаете, кто вас от аварии хранит. Мне Господь, когда показывает, какие вещи могли произойти, неплохо становится. И Бог меня миновал. Знаете, миновала какая-то беда. Я думаю, Боже мой, Боже мой, неужели вот такого рода могла произойти вещь? Катастрофа просто. Катастрофа. И вот так вот, просто в белом днем. Да? Итак, когда мы даем, то есть первое, что христианин может начать делать, и в принципе, что он должен делать, это молиться. Молиться. Общаться с Богом. И не просто Бог дай, а Бог, возьми меня, употреби меня, благослови этих служителей, благослови этих людей. Молиться за людей ты в этот момент так же даешь, ты даятель. Ты не просто стоишь из-за себя. За себя просишь. О, Бог, дай мне здоровье, дай мне денег, дай мне того, дай мне того, дай мне того. И еще больше мне дай, потому что у меня мало. Нет, ты уже молишься, Господь, благослови этого человека, он упал. Благослови этого человека, этого человека сорвался. О, Господь, благослови этого отступника. Он же был верующий, он так искренне веровал, но потом он упал. Ты молишься. Что в этот момент происходит? Ты уже не о себе думаешь, не о своих интересах, не о себе ты думаешь и переживаешь за другого человека. Когда я даю финансы, послушайте, перед Богом это важно, я отрываю их от себя. Ведь, послушайте, мы же все понимаем, что на финансы я мог бы себе купить какую-то вещь, я мог бы улучшить свою жизнь, я мог бы что-то купить детям. Но, послушайте, мы и так это делаем? Мы и так это делаем. Мы что, себя обижаем, что ли? Нет. И вот человек, пока он не дойдет, вот мальчик, да, он отдал, можно сказать, все, что имел на данный момент. А как вы думаете, он остался голодным? Да он тоже был с тем же пузиком, лежал, ел и насытился. Он бы, может быть, не наелся бы так от обеда, как он наелся от того чуда, которое Иисус сделал через его обед. Отдавай, будь даятелем. Начинай с маленького, начинай с послушания. Вы знаете, что не все верующие... Послушайте внимательно, это также правда и истина, которая написана в Слове Божьем. Иисус сказал, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Это означает, что не все верующие будут спасены и будут с Богом. Кто-то говорит, я верующий, я верю в Бога. Я просто не такой христианин, как, например, вот тот, но я верю в Бога. Послушай, что Иисус говорит. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. А в чем Его воля? В Слове Божьем. Слово Божье нам и дано для того, чтобы исполнять Его, жить по Нему. Мы, когда обращаемся, когда происходит покаяние человека, человек обращается от грехов. Он говорит, Иисус, Ты мой Господь. Это означает, что Ты больше не Господь в своей жизни. Ты не начальник и не хозяин в своей жизни. Теперь хозяин и начальник твоей жизни Господь Иисус Христос. А что это означает? Видели, как начальники на работе? Они себя ведут просто. Так, ты идешь, делаешь вот это, вот то и все. Понимаете? Так же и в Слове. Когда мы Иисуса называем, многие люди называют Иисуса Господом, они думают, что это Отчество. Это как Олег Михайлович, там, Иисус Господь. Иисус Господь, значит, ты раб. Когда ты назвал Иисуса Господом, это статус Господин. Царь. Значит, я подчиненный. Значит, то, что Слово Божье говорит, то, что написано в Библии, это напрямую связано с моими исполнениями. Это дано для того, чтобы я исполнял. О Слове Божьем написано. Что Он не злой Господин, а добрый. Что Он нам все в добро написал. Если мы начинаем исполнять Слово Божье, мы становимся, как бы, заложниками, рабами добра, рабами любви. Знаете, как говорится в поэме, Он пленил меня своей любовью. То есть, я как пленником стал. Или она пленила меня своей красотой, и ты не можешь уже. Так же и здесь Иисус, Он захватывает нас. И потом мы видим, «Ой, я исполняю Слово Божье, я стал жить лучше. Я стал спать лучше. Я перестал бояться стука в дверь. Я стал спать по ночам хорошо. Я стал жить хорошо. Я когда умру, я буду на небесах». А кто-то думает, исполнять Слово Божье – это так сложно, это так несправедливо. А где наша, это, как сказать, наша воля? А у тебя воля? Существует твоя воля, ты становишься перед выбором добра и зла. У тебя свобода выбора не такая, что ты можешь отвергнуть и Бога, и дьявола. У тебя свобода выбора заключается, Бог или дьявол. Многие люди думают, у меня свобода выбора, я свободный человек. Я что хочу, то и выбираю. А у тебя выбор только два. Кнопочка номер один и кнопочка номер два. Ты какую выбираешь? Yes or no? Бог или дьявол? Твой выбор заключается очень просто. Свет или тьма? Грех или святость? И все. Вот твоя свобода выбора. Нет у тебя великой свободы выбора – жить как хочешь. Если ты живешь как хочешь, значит, ты выбрал дьявола. Слово Божие говорит, что жадность – это идолопоклонство. Жадность – это идолопоклонство. Сегодня люди годами ходят в церкви и остаются жадными идолопоклонниками. Они выглядят хорошо, они не курят, не пьют, но у них грех, который отвратителен – жадность. И знаете, что жадность, она останавливает благословение в моей жизни и в жизни других людей. Бог хочет тебя благословить и благословить через тебя других. Но так как ты, возможно, жадный человек, ты и скупой человек, ты даешь орешки, вот сам ешь свои орешки, иди белок покорми. Когда родился Иисус, были посланы люди с Востока, богатые люди, шейхи, и принесли Иисусу золото, чтобы его родители могли без всяких страхов, воспитывать Иисуса Христа. Это Божий Сын. Божьи люди должны процветать, чтобы творить добро. Сколько можно видеть, что алкогольные магазины процветают, люди спивают. Сколько можно видеть, что уже мест в тюрьмах не хватает, в больницах не хватает. Сколько можно видеть, что новые и новые войны начинаются с деньги. Это ничего, кроме денег. Там один вопрос. Деньги. Давайте мы перестанем быть узконаправленными людьми. Людьми крайности. Деньги – это зло, деньги – это дьявол. Если ты поклоняешься дьяволу, продал свою душу, это дьявол для тебя. А если я Божий человек, и хочу процветать, хочу распространять Божье царство, это добро. Это добро. Бог отреагировал, когда человек жертвовал. И мы видим в Библии, что когда человек жертвует, Бог реагирует. Вам что, еще называть случаи? Вам рассказать про Соломона, когда он принес тысячу всесожжений? Не одно всесожжение, тысячу всесожжений. Это значит, что он заколол тысячу быков и принес их в жертву. Кому? Богу. Бог просил его? Нет. Он делал это от сердца. И этого даже не было. Ни в Библии, то, что сделал Соломон. И он еще не был прославленным царем. Он просто делал это для Бога. И вы знаете, что Бог настолько был потрясен, что он пришел ночью к Соломону и сказал, проси у меня все, что ты хочешь. Это даже не президент какой-нибудь там ядерной державы к тебе пришел и говорит, у меня связи мировые, проси все, что хочешь, надо тебе, остров будет, вертолет, самолет, у тебя будет все, подводная лодка, яхты, все, все. Проси у меня все, что ты хочешь. Это даже перед тобой не стоит богатый человек. Это Бог, который сотворил всю землю, и Он говорит тебе, проси у меня все, что хочешь. Все, что хочешь. Я выслушаю твое желание. Я не дам тебе мало, я дам тебе больше, чем ты можешь представить. И Соломон просит, Бог, дай мне мудрости. У меня с деньгами все в порядке. Мой отец Давид передал мне тонны золота на постройку храма для личной жизни. Он передал мне царство. Он передал мне тысячи, миллионы людей. А головы у меня нету, как у начальника. Я не понимаю, как управлять. И Он говорит, дай мне мудрость. И Бог говорит, за то, что ты не попросил у меня денег, за то, что ты не попросил у меня, знаете, жизни врагов, да. Вот мы хотели бы сказать, Господь, он мертвей, его, он мне насолил в жизни. Господь говорит, то, что ты не попросил ничего, но попросил мудрости, с этим я тебе даю и богатство, и славу, и жизнь. Я даю тебе все. И ученые сегодня подсчитали, подсчитали каким-то образом состояние Соломона, царя. Я не хочу соврать, но это состояние, которое даже нет ни у одной страны на сегодняшний день. Это, по-моему, 300 триллионов, если в долларах считать, 300 триллионов по эквиваленту на 1900 год. Тогда были доллары совсем другие, они дороже стоили. Подсчитали 300 триллионов. Представляете, сколько у него было денег? Это денег, которые невозможно уже считать. Уже бухгалтер, все, можно сказать, иди домой уже, ну что он уже все, он уже лежит, он не может пересчитать это все. Ревизию не сделать. Бог благословил его. Бог благословил его. Почему? Потому что он давал. Хватит жадничать. Церковь без вас протянет. Церковь как шла, так и идет. Бог с других стран пришлет. Бог с других, но вы можете остаться без благословения. Вот она беда. Вы, те, кто рядом, вы, те, кто должны были получить благословение, можете остаться без благословения, потому что ручоночки держатся. Ручоночки держатся. Будь свободным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Семкин Корректор А.Егорова